Вот наши ингредиенты. Пока грудка варится, нарезаем полукольцами лук, измельчаем чеснок, морковку нарезаем соломкой, филе разделяем волокнами и отправляем вместе с остальными овощами и приправами в одну емкость. Берем одну маленькую луковичку и кладем на сковородку. Как только луковица поджарилась, вынимаем обе луковицы из масла и заливаем этим маслом нашу смесь. Перемешиваем наш шалат и оставляем мариноваться под закрытой крышкой часа на два. Автор блюда – купец, владелец сети московских столовых и трактиров. В непростое революционное время он решил придумать закуску, символизирующую народное единение. Главной составляющей стала сельдь – еда пролетариев. Ну а чтобы не забывать о врагах советов, салат был заправлен буржуйским соусом майонез. По другим же источникам история сельди под шубой уходит в скандинавские края. У нас блюдо появилось в 60-х годах прошлого века. Пишите в комментариях, как вам такое оформление. Берем примерно 300 грамм капусты и 100 грамм морковки. Измельчаем ее в виде соломки. Добавляем 1 чайную ложку соли и хорошенько все перемешиваем. 1 столовой ложки яблочного уксуса для сочности, каплю растительного масла. И украшаем наш салат, например, огурчиком. Отварную говядину измельчаем. Солим и промазываем майонезом. Лук нарезаем и заливаем кипятком. Это нужно для того, чтобы ушла горечь, но при этом лук остается хрустящим. После того, как он остыл, укладываем следующий слой и тоже заливаем майонезом. Следующий слой отварная картошка через терку. Потом морковка через терку. Тоже отварная. Не забываем салат периодически солить. И каждый слой, конечно же, промазываем майонезом. Последними идут яйца. Два вареного желтка и белок яиц через мелкую терку. Приятного аппетита! И подписывайтесь на мой канал. У меня много интересных рецептов. Такой салат я готовила в студенческие годы. На 200 грамм капусты примерно 100 грамм ябл. Чеснок с 2 дольки. Все измельчаем. Тогда я его солила. А сейчас вместо соли использую соевый соус. Заправляем майонезом 2 столовые ложки. Все перемешиваем и подаем. Куриные грудки и овощи отвариваем, остужаем, измельчаем. И каждый слой промазываем майонезом и солим. Копченый сыр натираем на мелкой терке, чтобы было покрасивее. Кстати, знаете, почему ингредиенты обязательно нужно остужать? Чтобы салат не получился кислым. Приятного аппетита! И не забудьте подписаться!